Добрый день! В эфире программа «Словакия сегодня» и я, ее ведущий, Григорий Тихненко. В ближайшие 10 минут вас ждут 10 самых интересных событий Словакии за прошедшую неделю, по мнению редакции. Все пишут, мы показываем и ценим ваше время. Сегодня в выпуске. Братислава в красной зоне, но границы открываются. Когда и почему Словакия восстановит международное авиасообщение? Пробег свободы. Мотоциклисты Словакии отправятся в мотопробег по 20 словацким населенным пунктам. МРОД вырастет. Каких значений достигнет минимальный размер оплаты труда в Словакии с 1 января 2021 года? 21 из 25. Неблагоприятная оценка словацкого здравоохранения. 125 лет безупречной службы. Братиславский трамвай отметил свой юбилей. Вакцинация будет бесплатной и необязательной, сообщил Марек Крайчи. Новые поправки в закон о радиовещании. Что теперь будем слушать в автомобилях? СТУ решил проблему. Куда отправят студентов, которым не хватило места в общежитиях? Что сегодня посмотреть в кино? Зузанна Чапутова рекомендует фильм «Шарлатан». Дунайска Стрейда проходит вперед, Жилини не удалось, а Ружемберок не удивил. Это и не только в обзоре футбольных событий за неделю. На прошедшей неделе в Словакии заработала так называемая система светофор. Из первых же дней Братислава была признана красной зоной. Об этом 26 августа в своем официальном инстаграме заявила президентка Словакской республики Зузанна Чапутова. Что означает переход из зеленой зоны в красную для города, мы рассказывали в нашем прошлом ролике. Подсказка на экране. Вместе с этим на неделе появились первые новости, связанные с восстановлением международного авиасообщения. На своей официальной странице в Facebook Братиславский аэропорт имени Штефаника заявил, что в связи с решением кризисного штаба 7 сентября будут разрешены рейсы из России, Украины, Северной Македонии, Объединенных Арабских Эмиратов и Сербии в Братиславу. Авиаперевозчики уже опубликовали обновленные расписания. Так, например, рейсы Визейр из киевского аэропорта Жуляны 7 сентября будут выполняться три раза в неделю. Из Львова с 15 сентября дважды в неделю. Из Одессы с 5 октября два раза в неделю. Из Санкт-Петербурга с 16 октября трижды в неделю. Из Софии с 27 октября трижды в неделю. Победа из Москвы. Рейсы с 1 октября ежедневно. Флай Дубай из Дубая с 28 октября три раза в неделю. Ранейр из киевского аэропорта Борисполь с 25 октября дважды в неделю. Также необходимо, не позднее, чем за 24 часа прибытия в Словакию, заполнить электронную анкету через веб-портал, который в настоящее время готовится. Запреты на авиарейсы в страны повышенного риска имеют негативные последствия для нашей экономики. С точки зрения попадания вируса в страну, это представляет еще больший риск, поскольку пассажиры из красных стран могут проехать транзитов через безопасную страну. Тогда у нас не будет никакой информации о таких пассажирах, пояснили в Министерстве транспорта. Также отметим, что Украина в пятницу закрыла границы со Словакией и ожидается, что они будут закрыты до 28 сентября. Соседняя Венгрия закроет границу уже с 1 сентября. По инициативе мотоклуба «Мотоциклисты Словакии» с 26 по 31 августа состоится восьмая ежегодная акция «Пробег свободы» по случаю 76-й годовщины Словацкого национального восстания и 75-й годовщины победы во Второй мировой войне. В рамках акции представители мотоклуба посетят свыше 20 словацких населенных пунктов, где расположены мемориальные объекты СНВ, а также солдаты офицеров Красной Армии и 1-го Чехословакского армейского корпуса, чтобы возложить там венки и цветы. Таким образом, почти в память павших героев и в очередной раз напомнив общественности об их ключевой роли в победе над фашизмом. В рамках данного мероприятия при сотрудничестве с Российским Центром Науки и Культуры в Бразиславе будет показан фильм «Собибор» в трех словацких городах. Фильм запечатлел реальные события, которые произошли в 1943 году в нацистском лагере смерти в Польше. В среду словацкое правительство одобрило проект поправки закон о повышении минимальной заработной платы, предложенной министром труда, социальных дел и семьи Миланом Крайником. Согласно принятой поправке, с 1 января 2021 года уровень МРО должен повыситься с нынешних 580 евро до 623 евро. Однако, по сообщению портала rtvs.sk, данное решение было принято в обход представителей конференции про союзов СССР, которые требовали более значительного роста минимальной заработной платы. Напомним, что в Словакии в течение многих лет действует система так называемого трипартизма, то есть решение проблем в трудовой сфере общим консенсусом работодателей, профсоюзов и правительства. Однако, на этот раз переговорный процесс был прерван из-за того, что министр труда решил договориться с ассоциацией работодателей за спиной профсоюзных деятелей. Институт общественно-экономических анализов ИНЭС провел оценку системы здравоохранения в 25 европейских странах. К сожалению, в 2020 году Словакия в этом списке заняла лишь 21 место. Однако, по сравнению с прошлым годом, ее положение несколько улучшилось. В абсолютной оценке Словакия оказалась на 23 месте. На размещение в рейтинге повлияли низкий уровень расходов на медицину, некачественные данные, недостаточный уход за хроническими пациентами или качество университетов. В первую пятерку вошли Исландия, Италия, Испания, Польша и Эстония. Словацкое министерство здравоохранения планирует реализацию различных реформ, направленных на улучшение ситуации. На прошедшей неделе Братиславский трамвай отметил свой юбилей. История трамвая началась еще в 19 веке. Первая трамвайная линия начала свою работу 27 августа 1895 года. То есть, гораздо раньше, чем это произошло в Праге или других городах Европы. Причем, на протяжении 125 лет в городе трамвайное сообщение никогда не отменялось. В настоящее время в Братиславе действует 209 трамваев, протяженность трамвайных линий более 42 километров. Ежегодно численность трамвайных пассажиров превышает 67 миллионов человек. В летние месяцы текущего года в столице проходила реконструкция некоторых участков трамвайных путей. Министр здравоохранения СР Марик Краичев в телевизионной дискуссии на канале Маркеса заявил, что вакцинирование в Словакии будет на добровольной основе. Но этому будет предшествовать просветительская кампания о полезности вакцинирования. Принуждать никого не будем, сказал глава Минздрава. Он также подчеркнул, что прививка будет бесплатной. Каждая вакцина должна будет пройти все три фазы своего развития и клинического тестирования, которые необходимы для регистрации в странах Евросоюза, в том числе в Словакии. Министерство культуры подготовило поправку в закон, касающийся использования словацких музыкальных произведений в эфирах радиостанций. Изменится квота в перерасчете на время суток с 6 утра до 12 ночи. Закон устанавливает звучание словацкой музыки в эфире не менее 25% для частных радиостанций и 35% для общественно-правых каналов. Изменения также коснутся использования рекламы в радийном эфире и спонсоринга. Таким образом, на всех радиостанциях значительно увеличится количество композиций на словацком языке. Но некоторые радиостанции с современным аудиоконтентом на английском языке уже придумали, как соответствовать новым правилам, не меняя сетку. Они будут выполнять предписания закона, пуская словацкие композиции несколько часов подряд в вечернее и ночное время, а также в программах. В одном из прошлых наших выпусков мы сообщали о проблемах, с которыми столкнулся Братиславский СТУ. Связаны они были с катастрофической нехваткой мест для студентов в связи с обязанностью проходить изоляцию при пребывании стран красной зоны. Но на неделе пришли радостные новости. Университет организовал студентам возможность прохождения карантинной изоляции в интернате Гапчикова. Места, конечно, ограничены, и всех заинтересованных призывают как можно скорее подавать заявки на комнаты. Новый фильм «Шарлатан» вышел на экране словацких кинотеатров. В день премьеры его посмотрела даже президентка Словакской республики Зузана Чапутова. Вот что она сказала после выхода из кинозала. «Если вы думаете, какой новый фильм посмотреть, я предлагаю вашему вниманию Шарлатана. На прошлой неделе я присутствовала на его словацкой премьере и имела возможность пообщаться с его создателями и актерами. Польским режиссером Агнешки Холланд, молодыми чешскими актерами Юзефом Трояном, Юраем Лой и Яной Окховой. «Шарлатан» — это новый фильм известного и признанного режиссера Агнешки Холланд с исключительно сильным актерским составом, который также был создан в словацком совместном производстве и номинирован на премию European Film Award. Через историю целителя Яна Миколашека он напоминает темные аспекты прошлого века, особенно преследования людей во время тоталитарных режимов, о которых мы никогда не должны забывать. Просмотр этого фильма оставил меня под сильным впечатлением», добавила Чапутова. К новостям футбола. Во втором предварительном раунде Лиги Европы и словацких клубов выступят только Слован Братислава и Дунайска Стрэда. Они встретятся со своими соперниками в понедельник. Дунайска Стрэда пробилась во второй предварительный раунд через исландский Хаарфнарф Юрдюр со счетом 2-0 благодаря голам Андрея Балича и Эрика Рамиреса. С другой стороны, роль фаворита не подтвердила Жилина, которая не сумела одолеть на поле The New Saints у Уэльси и проиграла 1-3. В роли аутсайдера выступил только Роженберок, который в матче в Женеве с местным клубом Серветто проиграл 0-3. Во второй предварительный раунд Лиги Европы Слован вышел после вылета из Лиги Чемпионов, когда по умолчанию проиграл фарерскому Клаксвику. Это были 10 самых интересных новостей за последнюю неделю по мнению редакции. Подписывайтесь на канал Словакия сегодня, чтобы быть в курсе актуальных новостей. Берегите здоровье и отдыхайте в безопасных местах. С вами был Григорий Тихненко. До встречи через неделю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну ладно, давай сейчас запишем Хафнарфюрдер 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 Хафнарфюрдер